Наша Ася не любит сниматься видео. Да, Ася? Пока занята. Да, закрыла вот эту часть дивана, потому что она вот так вот по ней взбирается и переставила вот эту как теточку, как тедерку, как ее правильно назвать. И знаете, вот все-таки коты, они такие со своим характером. Стояла она в другом углу, она не играла. А на этом месте, вон, смотрите, Масенька, покажись. Не любит она, побаивается телефона, фотоаппарата. Да, моя сладкая. У меня кошечка, конечно, молодец, на горшочек ходит, такая ласковая, чистюлечка. Да, Ася? Асенька? Аська? Аська? Ну, а я ты лапочка. Да, что там у мамы в сумочке, да? Ну, как же хочется драть этот диван. Как же его хочется. И что там в сумочке? Ну, ясно, девочка, да? Девочка. Моя ты косовица. Моя ты лапочка. Мизуночек ты малюсенький. Да, надо помиться. Ася? Ася? Ай, играть. Играть нам надо. Нам надо играть. Красовица ты моя маленькая. Да, мыться, мыться. И снова всем приветики мои хорошие Сегодня снова прекрасная погода Хорошее настроение И как всегда целая масса дел Сейчас буду собираться И побегу заниматься Тем, другим, пятым, десятым Мне так приятно Когда вы мне пишите Что я такая смелая, такая сильная Такая, такая, такая Но хочу, наверное, кого-то разочаровать Кого-то огорчить Я ужасная трусиха Но у меня есть такая черта характера Знаете, как Глаза боятся, а руки делают То есть я вот зажмурилась И пору как танк А там уже куда кривая выведет Поэтому многое, что я делаю Что вы видите И что многим кажется Все легко и просто Дается мне далеко не легко и не просто За этим всем стоят В общем, масса-масса-масса Различных действий О которых, в принципе, говорить не хочется Потому что трудностей, я считаю У каждого в жизни достаточно И если человек приходит на канал Посмотреть, отвлечься То это не для того, чтобы еще загрузиться Чужими какими-то проблемами Хотела ответить на один комментарий Прочитала от женщины Не помню под Ну, под вот этими последними Тремя видео Не помню под каким именно Что, зачем же было Выходить замуж за француза Чтобы потом переехать Жить в Украину И еще был такой комментарий Что семья, как я поняла Была в отпуске во Франции И что такая шикарная, прекрасная страна И что многие стремятся туда уехать Жить У них не получается У вас вроде бы все было И тут раз-два И вы снова в Украине Я вам скажу так На первый вопрос отвечу Вопросом Потому что Мне непонятно Если женщина выходит замуж за француза За американца Или за поляка Ну, не важно За иностранца То Вы выходите Замуж не за человека А за страну Мне лично все равно Где я буду жить Со своим мужем Вместе Или вот как на данный момент У нас По семейным обстоятельствам Мы вынуждены Какой-то период жизни Прожить Порознь Но в принципе Честно Если так откровенно говорить Для нас Ну, мало что изменилось Поскольку Работа моего мужа Предполагает Длительные командировки И мы во Франции Виделись практически Только по выходным дням И то не каждую неделю И поэтому я вот Ну, я не понимаю Когда люди начинают Вот это вот обсуждать Осуждать Очень многие люди Которые живут Не только в Украине И в других странах Европы Даже я не имею ввиду Страны бывшего СССР Где муж или жена Работают в другой стране Или по работе Выезжают там На полгода В командировку На месяц На два И как бы Ни для кого это не является Нонсенсом Ни для кого это не является Темой для обсуждения И поэтому Ну, я честно говоря Уже начинаю привыкать Что на чужой роток Не накинешь платок У каждого Своё мнение Своё видение Но скажу одно Что я выходила замуж Не за Францию Я выходила замуж За своего француза И если бы мой француз Был японцем То я бы вышла За него так же И не думала о том Что я выхожу замуж Чтобы выехать Куда-то Франция Очень красивая страна Я очень люблю Юг Франции И я не могу сказать Что я не скучаю По Франции Но Есть и плюсы Есть и минусы Так же как в Украине Есть и плюсы Есть и минусы Я реалист И я не закрываю глаза И я никогда не говорю Что Ой, всё, всё плохо Или Ой, ой, всё хорошо Везде есть И положительное И отрицательное И честно говоря Я вот не уважаю Людей Которые После эмиграции Начинают Ушатые грязи Лить на ту страну На тот город На тот район Регион Где они жили Для меня очень неприятно Когда Ну люди не Уважают То место Из которого Они Выехали Вышли Родились Родина Она одна Как бы я не любила Украину Как бы мне Хорошо не было Жить во Франции Я сибирячка И Я ею И останусь Там моё сердце Там моя душа Там моя родина Но я такой человек Который Я уже миллиарды раз Наверное Об этом говорила Я не цепляюсь За Какое-то вот Определённое Место жительства Я Где мне хорошо Там я и живу Если завтра Это будет Португалия Или Америка То я Своё счастье И там устрою Я устрою Свою жизнь Потому что Для меня важно Моя квартира Мой дом И люди Которые со мной И которые Меня окружают Тоже очень много Приходит вопросов Про моего сына Про моего мужа Про старших детей Я не обещаю Что они будут Появляться В моих видео Я не обещаю Что я буду Рассказывать Про их жизнь Поскольку у меня Не семейный канал У меня чисто Женский канал Про Как говорится Поболтать между нами Девочками Про какие-то рецепты Про какие-то Жизненные ситуации Вот ну как С переездом в Украину Я показываю Наши путешествия В каких-то странах В общем Про деток Про котиков Но у меня Не семейный канал Мой муж Специально Для моих подписчиков Я его уговорила Пару лет назад Записать обращение Почему ты не снимаешься В моих видео Что он сделал И объяснил почему Поэтому всем Кому интересно Найдите Посмотрите И все будет понятно Сын мой Взрослый человек Он живет Своей жизнью У него прекрасная работа Ему скоро будет 21 год Он делает карьеру Он уже главный Шеф-повар В ресторане И меня это очень радует Он любит свою работу Он уважает своих родителей Он нормальный парень Единственное Что Ну мне как Наверное Матери Хотелось бы Что Если он будет Жениться То Чтобы он выбрал Ну девочку Славянку Не знаю почему Но мне кажется Что ему будет проще Потому что Француженки Я вот смотрю Ну отношения Которые У него есть Они так Если сказать Ну какие-то Французские Они более Ну не такие Как вот Я как мама Как будущее Свекровь Хотела бы видеть Потому что Ну с другой стороны Я приму Любой выбор Моего ребенка Что сына Что дочери Я И старшие дети Которые для меня Уже стали Знаете Действительно Родными моими Детьми Несмотря на то Что Они уже взрослые И И у дочери И у старшего сына Есть свои детки Я уже бабушка Два раза Если кто Смотрит мой канал Впервые сегодня И Они И мои внуки Они для меня Мои внуки Независимо Что они Не кровные Это мои детки Это мои девочки И Я конечно Очень Вот даже сейчас говорю Знаете Как-то очень скучаю И Когда муж уезжал Я накупила Различных подарков Потому что Ну Детки Есть детки Но Как я уже сказала Канал Не семейный И Ни про их жизнь Ни про какие-то там Моменты Информации Будет По минимуму Если они будут Приезжать к нам В гости То конечно же Ну как-то будут По их желанию Будут появляться В моих сюжетах Если не захотят То не захотят Потому что Любаня моя Которую очень Многие любят Которые Ну не знаю Любашка Она Это Ундивидум Она очень такая Уникальная женщина С которой Приятно общаться Она простая Она Она не играет Понимаете Вот с ней Если ей что-то Не нравится Она может прийти Вот так вот Мне и рубануть С плеча Там Что это такое Что это Такие мешки Под глазами И Я считаю Что в отношениях Между друзьями Это Главное Когда тебе Не льстят Когда тебе Не говорят Там что Ой да-да-да-да-да Все хорошо А потом побежала И другой подружки Начинает говорить А вот ты знаешь Там У Лили Там То-то-то-то-то-то-то-то-то И не всегда Получается Знаете Какие-то Неприятные вещи Потому что Людям Конечно По барабану Им там Начальник Нагрубил Или с мужем Поссорилась И человек Выходит И начинает Строчить Где попало Кому попало Что попало Чтобы ну Как бы Свой негатив Вылить в комментариях Под Каким-то Наверное Видео Чтобы Наверное В семье Этого не делать Или по какой Причине Я не знаю Но Как я уже сказала Не всегда получается Удалить Вот такой вот Мерзкий Коммент И если Вдруг Кто-то из твоей Семьи Как мама Тогда моя Тоже был Очень неприятный Момент Почему я даже Перестала Уже наверное Лет 5 Не 5 Года 4 Я не снимаю Мамы И я вообще Удалила и видео С мамой И со всем Потому что Люди Просто Ну Бесчеловечные Начали обсуждать Начали там Делать какие-то Замечания Которые В принципе Абсолютно Никому не нужны И поэтому Если ты не хочешь Что-то показывать О чем-то Говорить То лучше Этого не делать Поэтому Опять же Возвращаемся На точку А По вот этой Причине И не будет Участия Моих Родственников В моих Видео Ладно На этом Тему Закроем Пробежала Две недели Школы Абсолютно Незаметно Вот вы знаете Даже Ну как-то Вроде бы Сегодня только Было 1 сентября И уже Прошло Две недели Обучения У нас Различные Ну как Я вот смотрю И стала Поставлять Например Вот Какая разница Во Франции Когда кончился Карантин И Не работала Столовая И если Детки Я забирала Миленочку Домой Я кормила Ее дома Потом Назад Отводила И Нельзя Было Кушать В школе Нужно Было С собой Давать Сумку Холодильник Укладывать Туда Холодные Бутерброды Ну что-то Такое Чтобы не Пропадало Вот эти Концентрированные Пюре Чтобы Ну без Холодильника Там Они там Какое-то Время Йогурты Которые Там Длительный Срок Ну там Не слишком В холодном Месте Нужно было Хранить Чтоб там Ребенок За два Часа Смог Это Все Съесть То В Украине Все Наоборот Нам Запретили Я давала Вначале Полуднички С собой И Запретили Чтоб Детки Не Брали Но Объясняется Это тем Не то Что там Ну ты Что-то Плохое Принесешь Потому что Детки Они Делятся Между Собой И Ну мало Там Что Где Как Чтобы Не было Никакой Вот Этой Вот Заразы И Поэтому Они Едят В столовой И Только Ту Пищу Которая Готовится Непосредственно В школе Но В принципе Милен У меня Не Голодная Мы Взяли У нас Было Две Опции Пятиразовое Питание Или Трехразовое Питание Мы Взяли Трехразовое Питание Потому что Если Приводить На У нас Первый Завтрак Второй Завтрак Потом Обед Потом Полудник И Ужин И Завтракает Она У меня Дома Потому что Позже Встает Она Ест То Что Она Привыкла Есть Для нее Это Намного Проще Я Вижу Что Это Работает И Что Я Сделала Правильный Выбор Чему Я Очень Довольна На Полуднике У них Идет Ряженка Кефир Зефир В общем Какие-то На Второй Завтрак Фрукты Соки Обед Салат Суп Второе Компот И Естественно Хлеб Все Очень Качественное Готовится В школе И В общем Мой Ребенок При том Что Милена У меня Такая Ну Не то Что Привередливая В еде Она Привыкла К Мидиям Немножко К другой Пище Потому Что У них Спаржевую Фасоль Давали Потом Какие-то Французские Блюда То Здесь Она В принципе Ест Все Даже Борщ Который Она Если Ела Дома У меня Раньше То Нужно Было Его Делать Как Борщ Пюре Как Суп Пюре Я сегодня Единственное Что Чем-то Не понравился Цветом Как она Мне сказала Чечевичный Суп Я говорю Как же Ты во Франции Его ела Нет Мама Там По-другому Готовили А здесь Там Цвет Какой-то Ну Говорит Я все равно Пол тарелочки Съела Рыбку Мясо Им дают Отбивные Курочку Рагу Рататуй Меню Нам присылается На неделю И родители Уже В курсе Что Будет Есть Твой Ребенок В течение Недели Мне Это Очень Нравится Потому Что Я уже Знаю Что Если Она Ела Брокколи Или Салат Помидоры Огурцы И Суп Был С Вермишелью То Естественно Там Я На Ужин Буду Готовить Что-то Другое Чтобы Было Разнообразие В еде Но В принципе В школу Идет С радостью Возвращается С радостью И Сейчас Еще И Дома Появилась У нее Забота Она Окошечке Заботится Сама И Молочко Наливает Смотрит Чтобы У нее Тарелочки Были Чистые Добавляет Туда Какую-то Еду И Играет С ней Конечно Мне Это Тоже Очень Приятно Потому Что Ну Ребенка Должна Быть Какая-то Отрада Чтобы Она Была Отвлечена Потому Что Не Только Там Учеба 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 Но И Что-то Такое Потому Что Когда У тебя Животное В доме Ребенок Уже С детства Начинает Привыкать К тому Что Нужно Выполнять Какие-то Обязанности И Что Я Сразу Ей Сказала Что Да Если Ты Очень Хочешь Котенка Но Мы Должны Договориться Если Мы Возьмем Котеночка То Ты Должна Будешь О нем Заботиться Потому Что Тики Она Уже Взрослая Кошка И Поэтому Она Зашла Пришла Она Уже Знала Где Ее Туалет И Тики Ну Вообще Многие Французские Коты Наверное Ну По крайней Мере Из Моих Друзей Я Могу Сказать Что Они Все Едят Эти Крокеты Кошачий Корм Сухой Потом Вот Эти Консервы Кошачьи И В принципе Никто Не дает Курочку Или Рыбку Или Еще Что Это Кошечка У нас Ест Все Даже Оладушки И Как бы Я не знаю Буду ли я Ее приучать Корму Или нет Это Посмотрим Потому что Она Еще Очень Маленькая Но Тем Не Мене Я Вижу Что У Милен Появляется Чувство Ответственности Она Уже Чувствует Себя Что Она Должна Старшая Что Она Должна Заботиться Что Она Должна Выполнять Какие Обязанности И Мне Это Очень Нравится Потому что Детки Которые Ну Особенно Поздние Детки Вот Как Милен У меня Мы Вот За ними Вот Так Трясемся Вот Мое Чадо И так Далее Уже Опыт У тебя Есть Уже И возраст Такой Что Ты К Ребенку Относишься Не так Как Первый Сын Когда У меня Родился Мама Что Делать Это С Милен Было Абсолютно Все По Другому У меня Не Было Мамы Рядом У меня Не Было Нянь Я Все Делала Сама И Я Вижу Что Ну Многие Детки Которых Родители Рожают После 30 После 40 Лет Они Такие Вот Все Вот Ну Такие Вот Заласканные И Когда Они Вырастают Родители Уже Становятся Еще Старше То Они Не Приспособлены К Жизни И Я Не Хочу Чтобы Это Случилось Уже Понимала Что Она Взрослеет Что У Ее Есть Обязанности Что У Ее Есть Дела Которые Она Должна Делать Сама Я Ее Привлекаю В Домашней Работе Я Ее Стараюсь Знаете Сделать Такой График Дня Распорядок Дня Вернее Чтобы Все Было Четко Чтобы Не Так Что Там Встал Поел Не Поел Зубы Почистил Не Убрал Не Убрал Она Знает Четко Что Она Пришла Тем более Сейчас Вот Эти Все Ручки Мыть Это Первое Дело Сложить Свою Школьную Форму Повесить Все Потом Позаниматься Потом Позаботиться О котенке А только Потом Начинается Уже Какая То Часть Дня Когда Она Может Себя Посвятить Игре И Вечером Там Вечерняя Сказка Или Какие Мультики Ну В общем Ребенок Взрослеет И Я Стараюсь Как Мама Делать Все Чтобы Девочка Росла Ответственной И Более Такой Серьезной Чтобы Она Понимала Что В жизни Нужно Что-то Делать И Самостоятельно Так Ну Что Ребят Побежала Я Пока Погода Хорошая Тепло И Буду Делать Все Что Мне Нужно Сделать И Тогда Уже Поеду За Доченькой В школу Сегодня Последний День Перед Выходными Затем У нас Два Выходных Дня В планах Прогулки С Любанькой К бабулечке Поедем Ну И В общем Все Что Положено Делать На выходных Мы Будем Делать Всем Желаю Прекрасного Настроения Классных Выходных Ну Естественно До встречи Субтитры